На сегодняшний день в ковидном госпитале 292 человека. 7 из них дети. Это меньше, чем в минувшую пятницу. Но стоит отметить, что при сокращении числа пациентов в стационаре тяжелых больных меньше не становится. Ковидная реанимация под завязку. Там занято больными 24 койки. Детей среди них нет. На аппаратах ИВЛ 15 зараженных. Амбулаторно на сегодняшний день проходит лечение от коронавируса 370 пациентов. 45 из них несовершеннолетние. Благодаря положительной динамике и большому числу выписавшихся пациентов, Котловская центральная городская больница постепенно входит в плановый режим работы. С 1 декабря в учреждении вновь заработают лороделение, терапия и неврология. Что касается вакцинации, прививки от коронавируса в городской поликлинике поставили 25 757 человек. В среднем вакцинируются от 250 до 300 в день. Суммарно с данными от ЖД поликлиники общий показатель вакцинированных в Котловсе составил 50,5% от всего населения города. Но для формирования коллективного иммунитета эта цифра недостаточна. Также несколько дней назад ученые сообщили о появлении нового штамма коронавируса. Как сообщают РИА новости, штамм омикрон уже есть и в нашей стране. Источником его распространения, возможно, стали российские туристы, побывавшие в Египте. Напомним, что в Котловской городской больнице по-прежнему работают три кабинета вакцинации с 8 до 18 часов. В наличии имеются все одобренные в стране вакцины.